День ВДВ Все самое эксклюзивное на Russian Music Box. Начинаем! Как отдыхают знаменитости в отеле Starlight Resort? Рубрика «Звездные питомцы». У кого из домашних любимцев знаменитостей больше всего лайков Инстаграм? До сих пор не определен победитель чемпионата мира 2018. Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Newsbox. Звезды привыкли отдыхать на полную катушку, а делать это в отеле Starlight Resort вдвойне приятно. Кто из селебрити рискнул полетать на парашюте, а кто предпочел расслабляющий массаж? Подробности прямо сейчас. Недавно в турецком Starlight Resort лучшим успехом прошел Summer Music Box Fest 2018. А гости отеля выступали лучшие артисты. В свободное время наши звезды успели прекрасно отдохнуть. В Starlight Resort есть все, что для этого необходимо. Курсная еда, красивые номера, море, бассейны и свежий воздух. Я такой человек, который подорвется в 7 утра, сбегает на завтрак, распишет всю программу. У меня будут гугл-карты, у меня будут бумажные карты, миллион всяких записей до путешествия. К примеру, певица Ика выбрала полет на парашюте. В течение этой активности можно не только получить незабываемые эмоции, но и полюбоваться на всю территорию отеля, также насладиться видами моря. С до мирового уровня Керия, бодря на то, что любит активный отдых, стала расслабляющий массаж. А со спа в отеле Starlight Resort является одним из крупнейших спа-центров Анталии. Массажи являют неизгладимое впечатление. Будь у меня возможность, я бы создала эко-отель, где вы можете расслабиться, почувствовать природу. В нем все будет сделано из натуральных материалов. Вечеринки Summer Music Box Fest с доброй традицией в Starlight Resort. Это один из веских поводов посетить этот отель. Вы сможете отдохнуть по-настоящему и грузиться в атмосферу комфорта и праздника. Вот такие мероприятия телеканал Russian Music Box проводит. И большое спасибо ему за то, что публика может насладиться турецкими вечеринками. А также, когда люди приезжают в Турцию, они смотрят телеканал Russian Music Box. Единственный телеканал музыкальный, который люди смотрят. Поэтому это всегда очень круто. Смотрите телеканал Russian Music Box. Не выложил в соцсети? Значит, с тобой этого не происходило. А если у тебя есть любимый домашний питомец, то не выложить его фотку грешно вдвойне. Вот постят некоторые артисты фотки своих песиков и котиков в социальных сетях. О самых популярных из них расскажем прямо сейчас. Денькая собачка – неотъемлемый живой аксессуар светской львицы. А если ты Пэрис Хилтон, то его должно быть в избытке. У девушки порядка 20 собак. Девушка завела им отдельный аккаунт в Инстаграм. Уже более 142 тысяч подписчиков. Пила питомца – миниатюрный особняк. Еще у Пэрис есть хорек, кошечки, свинья и даже кинкажу – цветочный медведь. Вся основная любовь достается шпицам и чихуахуа. Певица появляется на светских мероприятиях, нянчится и даже разрешает приближаться к своим лакированным туфлям. Если вы зайдете в Инстаграм к Сергею Лазареву и приглядитесь, то можете заметить фото с животными. У певца теперь есть две собаки – обе дворняги из приюта. Еще недавно Сергей начал «Четы для собак». Сам, конечно, открыл кондитерскую для четвероногих. Подписчиков не так много – почти 24 тысячи. Бизнес развивается. Захочется побаловать своего питомца. Дача блюд тут на высоте. Глядит аппетитно. Конечно же, если речь зашла о питомцах, мы не могли обойти стороной американскую актрису Риз Уизерспун. Фото с любимыми французскими бульдогами набирает под 500 тысяч лайков. Собак у Риз две. Одну зовут Коко Шанель, друг Фрэнк Синатра. И она плавает в бассейне, ласково кличет их своими немецкими овчарками. К друзьям и печет с ними маффины. Вот такая вот любовь. Хоть чемпионат мира уже давно закончился, страсти вокруг него до сих пор кипят. Самопровозглашенный капитан бразильских болельщиков Томир Савоя из России так и не уехал. Главный любитель чемпионата снял совместный клип с любительницей пошлепать Саби Мисс. Подробности в репортаже Анастасии Коневой. Кто чемпион? Я! Я! Скажи мне кто чемпион! Я! Я! Кто чемпион? Я! 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 Вау! И только способы не находят люди, чтобы прославиться. Это выходит совершенно случайно. Но с оглушительным успехом. Томир Савоя известен тем, что эмоционально произнес нецензурное слово, которым положительно охарактеризовал Россию. Кроме такого триумфатора не смогли пройти артисты. Все решили хайпануть. А Би Мисс предложила Томиру сотрудничество, которое привело к очередной толпе на Никольской Сыне. Этому съемка их совместного клипа на песню «Кто чемпион?». Саби, ну вот честно, он петь-то имеет или все равно фонограммы только придется плеить? На самом деле у него нереально круто получилось записать. Мы думали, что это будет сложно, так как это русский язык, это рэп. Он никогда не читал, не пел. То есть он не имеет никакого отношения к музыке. Но на удивление мы это сделали очень быстро. Чемпионат мира по футболу слетели с болельщиками со всех уголков планеты. Их развлечений на Никольской только не было. Илились все. Но провозглашенный капитан бразильских болельщиков в России, Савоя, решил остаться. То я хотел бы сказать этой музыкой, что я простой парень из Бразилии, который приехал в Россию, чтобы сказать, как здесь. Серьезно, серьезно. Русские люди, я люблю тебя. Первое место. Круг почета. Литтербол. Мастер спорта. Я в России. Мама, я на педу. Третий новый клип Саби Мисс и Томира Савоя на песню «Кто чемпион» в эфире Russian Music Box. Я, кто чемпион? Я, 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 кто чемпион? Я, я, скажи мне, кто чемпион? Я, 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 я. Друзья, вот и все. Завтра смотрите дайджест «Все самое интересное за неделю». Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке. А также пролистывать инстаграм телеканала Russian Music Box. Там всегда найдется, что залайкать и откомментировать. А с вами была Катерина Матвеева. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова